Фрэнк Мартин Тир познакомился с Мишель Форсье незадолго до окончания школы. Их родители были профессиональными военными, которые поддерживали своих детей в выборе пары. Это же определило их ближайшее будущее. Окончив школу, ребята пошли по стопам родителей. Марти отучился на пилота, а Мишель оказалась в командовании резерва ВВС США. Подростковая влюбленность еще не переросла в серьезные отношения, а из-за службы и работы молодым людям приходилось постоянно находиться вдали друг от друга. Хотя это не мешало их романтической связи, они сами знали, на что шли. Так продолжалось около четырех лет, до девяносто первого года, когда Марти совершил свой очередной серьезный шаг, сделав предложение юной Мишель. Может, из-за страха потерять ее? Тогда шла война в Персидском заливе, и девушка собиралась отправиться туда по работе. Женить бы должна была решить эту проблему. Молодых считали прекрасной и даже идеальной парой. Характеры будущих молодоженов, как думали многие вокруг, дополняли друг друга. Марти называли спокойным интровертом, а Мишель – активный и общительный. Казалось, их ждет безоблачное будущее. Из-за Марти пилота С-130 молодая семья постоянно переезжала с места на место. Последним пристанищем стал городок Фейтвилл. Парень, будучи не особо общительным, не видел ничего лучшего, чем проводить вечера дома в компании жены. А Мишель, жаждавшая общения напротив, любила шумные компании. Постепенно отношения начали накаляться, ситуация не устраивала обоих. Начались скандалы. Девушка впала в депрессию, она чувствовала себя ненужной мужу, подсела на таблетки. Марти в меру своих возможностей пытался ее поддержать. В какой-то момент ему в голову пришла идея, которую он поделился с супругой. Пилот предложил ей вновь вернуться к учебе, чтобы найти хоть какое-то занятие. Мишель выбрала психологию. Ситуация ненадолго изменилась к лучшему, пока шла учеба и какое-то время после этого. Однако постепенно все вернулось в старое русло, а любая незначительная беседа завершалась спором. К тому же Марти не устраивала отсутствие у жены желания заниматься хозяйством. По его словам, их дом превратился в неряшливую берлогу. Мишель в ответ твердила, что ей уделяют слишком мало времени, а муж не проводит вечера так, как хотелось бы ей. В мире в это время бурно развивался интернет. Люди постепенно выходили в сеть в поисках новых ощущений и переживаний. Мишель не стала исключением. Она узнала о существовании чатов и в одном из них познакомилась с 28-летним женатым Джоном Даймондом, тоже из военной семьи с долгой историей. Тот нашел много общего с новой знакомой, рассказал ей, как несчастен в браке, а его супруга не понимает этого. К тому же он оказался таким не похожим на Марти. Либо Мишель так показалось. Спустя несколько месяцев после знакомства и общения в сети, где Джон всячески разогревал интерес к себе, они встретились вживую в одном из кафе. Проговорив несколько часов, это была любовь с первого взгляда, точнее влюбленность и страсть. К тому же Мишель и Джон оказались поклонниками полигамии, имели общие, как это принято называть, нетрадиционные интересы в плане интима. В 2000 году отношения Мишель и Марти испортились окончательно, и девушка переехала в квартиру нового интернет-любовника. Бурный роман продолжался, однако ни тот, ни другой не подавали на развод. А затем свою роль сыграли сложные отношения Джона и Мишель. Они расстались, но лишь на время. Избавиться от влечения они не смогли и вновь сошлись. И разошлись. Качели сделали несколько движений, и молодая женщина вернулась к мужу. Джон не желал отказываться от объекта своих желаний и пытался манипулировать Мишель. Он уверял ее в том, что Марти не ценит ее и потому недостоин. Именно в нем кроется причина всех ее проблем. Мишель считала, что во всех ее бедах действительно виноваты мужчины, но вовсе не кто-то конкретный. По каким-то причинам супруги пытались сохранить брак, стараясь не показывать внешнему миру, как все плохо. Но это было так очевидно, что никакие действия не могли скрыть раздражений. В декабре 2000 года они вместе отправились на рождественскую вечеринку, которую организовал коллега Мишель. Но даже там им не удалось создать образ счастливой семейной пары. После праздника супруги должны были поехать домой, однако молодая женщина попросила подъехать к ее офису и подождать пару минут. Я забыла книги, которые мне понадобятся. Марти прождал в машине несколько минут, а затем пошел на поиски супруги. Он вошел в давно опустевшее здание, поднялся на этаж, где находился офис Мишель. Без предупреждения громухнули четыре выстрела, и военный пилот кубарем скатился вниз. Кто-то спустился к нему сверху и выстрелил в пятый раз, окончательно оборвав жизнь Марти. Врачи назвали фатальной именно пятую пулю. Мишель, услышав крики мужа от страха и неожиданности, захлопнула дверь в офис, где находился телефон. С него можно было бы вызвать полицию. Спустя мгновение она бежала к открытому вечернему магазину в нескольких километрах. Военная подготовка позволяла ей сделать это. Об этом она рассказала позже прибывшим полицейским. Им осталось лишь удивиться тому, что Мишель не выбрала место для звонка поближе. Властям не понадобилось много времени, чтобы раскрутить нить, ведущую к Джону Даймонду. Однако у того было алиби. В момент убийства Марти он в компании жены Лурдес смотрел телевизор. Правда, оно не продержалось долго. Спустя пару дней выяснилось, что в 9 вечера кто-то позвонил Джону, который быстро оделся и, как он сообщил жене, отправился в бараке. Анализ показал, что звонок, вероятно, поступил от Мишель. Доказать это следователи не смогли, девушка все отрицала, и продолжили копать дальше. Ошибку допустил Джон, который незадолго до убийства взял у своего приятеля пистолет SNV, модель 5906, из которого были сделаны 5 выстрелов в марте тира. К тому моменту, когда полицейские потребовали предъявить оружие, оно якобы оказалось украденным. Объяснение выглядело так себе. Джона отправили под суд. В итоге дело рассматривали военные. 15 марта 2001 года, выдвинувшие обвинение в умышленном убийстве, предварительном сговоре и попытке помешать правосудию. Полный официальный список намного длиннее. В августе того же года его приговорили к пожизненному заключению. Мужчины отбывают его в военном исправительном учреждении. Джон пытался опротестовать решение, но безуспешно. Адвокаты также предпринимали действия, необходимые для пересмотра дела. Не помогло. Мишель же, в свою очередь, воспользовавшись конституционным правом не оговаривать себя. А дело на тот момент против нее возбуждено не было. Сестра Даймонда, кстати, активно настаивала на невиновности брата. По ее словам, Джон был экспертом по оружию, а тот, кто стрелял, наверняка пистолета в руках не держал, пять выстрелов и единственный смертельный, якобы тому доказательство. «Джон просто оказался рядом не с той», — говорила Дебра Дворак. И добавляла, что Джон не любил Мишель, он любил женщин в принципе. Полиция продолжала работу. По рекомендации военного суда против Мишель планировали выдвинуть те же обвинения, что и против Джона, но в мае 2002 года она исчезла, так как ограничений на передвижение у нее не было. Зная, что вскоре придут за ней, девушка покинула штат, переехав во Флориду. Здесь она сняла жилье за 950 долларов в месяц. Чтобы минимизировать внимание к себе, машину Мишель парковала в разных местах. Приходя домой пешком, позже соседи назвали это немного подозрительным поведением, но тогда таковым оно не казалось. Еще до приезда девушка изменила цвет волос, превратившись из брюнетки в блондинку, подготовила поддельные документы на имя Александра Соломон, под которые оформила права, а дом она снимала под еще одним вымышленным именем — Лиза Пендерген. На новом месте она прибегла к услугам пластического хирурга, изменив форму носа и подбородка, с помощью лазерной хирургии убрала последствия акне на лице и другие заметные дефекты кожи. Действовала она, прочитав несколько книг, посвященных тому, как исчезнуть и создать новую личность, живя в Америке. След Мишель на время был утерян, и хотя подробности работы федеральных маршалов не раскрываются, те каким-то образом вышли на нового ухажера Мишель, либо сразу на нее саму. Это точно неизвестно. Проследив за ним, сотрудники службы смогли найти беглянку. Ее арестовали в начале августа 2002 года. Во время обыска у нее нашли электрошокер и свадебную фотографию с Марти. Два года шла подготовка к слушанию. В 2004 году жюри присяжных через шесть часов в совещании пришли к выводу, Мишель виновна, в том числе в попытке получить страховые выплаты в размере полумиллиона долларов за смерть мужа. Суд приговорил ее к пожизненному заключению, как и ее бывшего любовника. Пытаясь доказать свою невиновность, ведя с помощью матери блог, аналогичный блог в 2007 году завела и сестра Даймонда. Здесь она, кроме прочего, утверждала, что о планах Джона она ничего не знала. Мужчина действовал самостоятельно, а на убийство решился из-за того, что Мишель решила воссоединиться с мужем. Оставался вопрос, зачем ей понадобились книги, в которых описаны способы изменить личность. В 2010 году Мишель заподозрили в подготовке побега из тюрьмы. У нее обнаружили карты местности, которые ей присылал некто, чья личность не была официально раскрыта. По крайней мере, на время это поставило крест на ее попытках добиться пересмотра дела и сократить срок. Так как всего за время заключения к тому моменту женщина получила 11 строгих выговоров. Мишель и Джон продолжают отбывать свои сроки. Она давно выпала из поля внимания прессы и общественности. По мотивам их истории было написано пару книг. Одна из них, которую называют наиболее удачной «Жена офицера. Правдивая история. Невероятного предательства и хладнокровного убийства» Майкла Флимана. Кроме того, ей посвящен один из эпизодов документального сериала «Грехи и тайны». Действительно ли профессиональному стрелку понадобилось пять выстрелов, чтобы убить Марти, или же его подставили, как говорит его сестра?